аллилуйя слава господу пожалуй много еще мог бы говорить но хочу чуть поделиться словом потому что верю что для нас очень важно прийти к практике прийти к практике того чтобы жить и поступать по вере и я так и назвал это послание как ходить в духе знаете многие люди до конца не хотят разобраться с этим ну пониманием ходить в духе большинство из нас но я говорю вот в чем как бы причина почему верования не работаю большинство придя к богу придя в церковь пришли но присутствие божье для того чтобы но как бы господь помог двигаться жить дальше правильно кто-то пришел из-за поиска потому что в сердце была пустота и ну повстречавшись с богом это стало ну как бы новым возрождением новой жизни но послушайте большинство христиан что сделали ко всему тому что у них было сознание в опыте практике просто еще добавили и бога вы понимаете и теперь происходит как бы постоянное такое внутреннее сражение всего того что я знаю умею все что я пережил достиг в практике и то кто есть бог для меня она часто скажем вызывает конфронтацию потому что внутри я понимаю что правильно было бы сделать так но мой здравый смысл кавычках говорит мне вот это я понимаю что правильно было бы подчиниться слову но здравый смысл говорит вот это и поэтому писание четко говорит чтобы пришли настоящие перемены в твою жизнь и в мою жизнь нам нужно вернуться кремлянам 1212 и понять что перемены приходят только через перезагрузку то есть через обновление нашего ума соответствии с тем что есть воля божья для нас а что это означает что мне нужно взять и начать перебирать эти файлы в моей жизни чтобы познавать что есть воля божья и я говорю это на первом служении недавно эта фраза меня улыбнула хорошо говорит в то время когда ты чистишь свой гардероб самое главное не стать разглядывать свою эту вещь который ты собрался выбросить потому что ты ее не выбросишь ты начнешь воспоминания вынимать эмоции ну ладно пусть полежит и потом шкаф наполнен теми а вдруг пригодится вещами а вдруг похудаю а потом еще но я помню сок она стоит и пару вещей которые носишь постоянно ну на самом деле послушайте вот если ты так будешь перебирать своим разумом то ничего не выйдет разум подлежит тотальному обновлению через истину божьего слов теперь говорю для религиозных людей вот те кто ленятся работать на своим разумом через обновление через слово божье и вы вы не против перемен вашем разуме просто вы вместо того чтобы делать это вы пришли к молитве вы говорите господи но обновимый разум вот эта тупая молитва она не работает по сути молитва обновимый разум не работает почему потому что вы знаете есть две тупых молитвы который бог не отвечает и вот это одна из этих тупых молитв почему потому что бог не отвечает вам на молитву когда вы просите его сделать то что он уже сделал и бог не отвечает вам на молитву когда вы просите его сделать то что он повелел сделать вам этот две тупых молитвы которые останутся неотвеченными для вас поэтому то что нам нужно нам нужно пойти в эту сторону теперь говоря о том как ходить в духе я хочу чтобы правильно понимали то с чего начинается хождение в духе никогда не исповедую свои чувства это очень важно я говорю эту мужчинам и женщинам от ими в годах не говори вслух не озвучивай свои чувства они не помощник для тебя вот это вот эти фразы и после которых начинается вот я так чувствую сегодня как-то день не так пошел ты только что заявил в духовный мир чтобы он пошел не так как надо я так чувствую что так вот и там не выйду замуж а мама успокойся кто-то да тупо нет да выйдешь все нормально послушайте чувство никуда тебя не приведут ты должен это четко понимать я чувствую что вот эта болезнь может прийти я чувствую что со мной так поступят я чувствую вот эти исповедания они неправильны они разрушающие твою судьбу я чувствую вот если туда переберусь вот там меня бог благословито здесь я так чувствую что у меня ничего не сварится нет чувство это ухождение по плоти чувство это всегда остановка того что может быть в духе почему потому что если ты начнешь говорить о своей жизни то что бог говорит о твоей жизни вот это есть переключиться на то чтобы ходить в духе и мы прочитаем сегодня то писание потому что на самом деле апостол павел учит нас и он обращается к нам чтобы заставить нас ну по-настоящему правильно риг реагировать на то чтобы мы верили в божье слово потому что слову она требует чтобы мы ходили верою а наши чувства требует чтобы мы были вадимы тем что мы видим и каждый день послушайте каждый день без исключения я говорю за себя я делаю выбор кеми и чем я буду вадимы я бы так хотел чтобы одноразовое какое-то решение которое я где-то на ком-то хорошем помазанном служении сделал было бы достаточным решением чтобы работал автоматически каждый день каждую минуту когда стоит вопрос выбора я уже выбор сделал а это не работает я продолжаю делать выбор павел говорит я каждый день распинаю свою плоть с грехами страстями с ее похотями живучая я делаю это каждый день я делаю решение в пользу духа каждый день я делаю решение в пользу того что говорит слово каждый день это что я сделал это решение 49 лет назад от самого рождения своего она не работает она не может сопровождать меня она может дать мне только направление но мне приходится это делать каждый день каждый день я решаю подчинить себя слову я решаю говорить так и говорит слова я решаю ну обстоятельства мне диктует другую но реальность обстоятельства говорят но послушай но это нереально если бы бог хотел тебя благословить он уже давно бы благословил дьявол всегда говорит одну и ту же историю если бы бог хотел тебе дать сына авраам то он бы дал тебе его уже давно если бы бог хотел тебя благословить он бы давно тебя благословил то есть просто смирись с тем что есть найти религиозное оправдание почему так есть найди для себя какой-то религиозное утешение ну нарисуй такую красивую картину там мишурой вокруг так украсть это все и согласись с этим но писание говорит о том что мы должны развернуть себя в хождение по вере потому что хождение по вере это хождение по слову хождение по плоти это хождение согласно чувств ты должен это понимать и я хочу чтобы ты вместе со мной открыл сегодня второе послание коринфянам и здесь мы прочитаем из 4 главы 2 коринфянам из 4 главы пожалуйста это очень важное послание которое для нас важно чтобы учиться и ну есть ключевой стих который здесь есть но я взял чуть-чуть раньше для того чтобы показать тебе вот то как бог работает с нами 2 коринфянам 4 глава будем читать из 12 стиха и до 18 включительно смерть совершает свою работу в нас ради того чтобы у вас совершила свою работу жизнь здесь позволит себе чуть-чуть остановиться дать вам простую ремарку смерть совершает свою работу в нас ради того чтобы в нас могла работу воспроизвести жизнь я не так давно проповедовал это послание по поводу что наша жизнь это есть суммарная победа над смертью я видел людей молодых и не очень которые просто проходя через какой-то этап своей жизни через какую-то болезнь или обстоятельство они настолько поддались этой болезни что разрешили этой болезни их унести почему потому что когда ты перестаешь противостоять этому ты смиряешься это такой вопрос времени когда ты отсюда уйдешь послушайте так есть и трудно помочь тому человеку который не видит смысл зачем я буду здесь жить и это хорошо я говорю это хорошо потому что с той стороны там лучше чем здесь это однозначно аминь спасибо саша один только в этом и потому что все зависли чуть-чуть библии так написано послушайте если там хуже чем здесь то надо жить тогда вечно там лучше чем здесь это сто процентов я вам говорю писание об этом говорит просто если ты знаешь что ты здесь уже сделал все что должен был сделать чё ты здесь иди домой там классно там лучше чем здесь сто раз тысячи раз миллионы раз просто если ты все еще не сделал но тут я не пойму чё-то сидишь надо делать понимаешь да то есть поэтому мы говорим об этих вещах исключительно с позиции того что в нас есть борьба почему потому что тело получила эту прививку смерти через грехопадение адама и мы можем противостоять смерти и это будет борьба постоянная но мы всегда выигрываем эту борьбу во имя иисуса христа и именно об этом и апостол говорит нам и мы должны на это обращать внимание потому что ну на самом деле это ну сильное слово а поскольку то есть объясняет дальше а поскольку мы обладаем тем же духом веры как написано я верил поэтому и говорил мы тоже верим и поэтому говорим то есть он открывает способ в которой это случается это происходит мы имеем тот же дух веры какой тот же дух веры который был в иисуса который был в апостолу мы получили петр говорит равно апостольскую равно драгоценную веру аллилуйя то есть мы имеем такую же веру как было у апостола петра апостол петр скажет что или я даже был человек подобный нам хотя вы знаете иисус внес корректировку он сказал что любой из вас кто самый меньший в царстве божьем больше чем или я пророк аминь я понимаю день что-то наверно тепло на некоторых действует я зарада жара я вчера стахов час двадцать приземлился ночью в жуляны я просто себя пробудил утром сегодня сказал сегодня самый лучший день жизни который может быть веди себя так как этот день самый лучший аминь да не пропусти самое главное потому что можешь прощелкать важные вещи которые бог говорит твою жизнь во имя иисуса мы знаем что тот кто воскресил господа иисуса воскресить с иисусом и нас и поставит перед собою рядом с вами все это к вашему благу чтобы благодать достигающая все большего и большего числа людей усилила благодарность возносимую в славу бога послушайте вот я здесь опять должен сказать эту ремарку к этому стиху он говорит чтобы благодать которая достигает все большего и большего количества людей усиливала благодарность возносимую во славу бога то есть благодать это не что-то такое абстрактное мы не говорим что благодать это что-то мы блага мы говорим что благодать это кто-то потому что 117 закон был дан через моисея иоанн говорит а благодать и истина пришли в иисусе христе благодать невозможно разделить от истины и пока не было истины не было и благодати благодать и истина пришли вместе поэтому когда ты одеваешься в благодать то есть ты одеваешься в иисуса христа ты ходишь в этом и это воспроизводит тебе особую благодарность богу почему потому что твоя жизнь видоизменяется твоя жизнь становится другой из-за иисуса с которым ты соединился вот это и есть благодать для очень тупых людей благодать всего только право на грех но слава богу что среди вас нет тупых людей и для вас благодать это не просто лицензия на грех а для вас благодать это иисус христос а в иисуса ничего общего с грехом нет аллилуйя и у тебя ничего общего с грехом нет потому что рождён от бога не грешит и лукавый к нему уже не прикасается аллилуйя слава иисусу христу я хочу как-то раз тормошить вас некоторые просто но я хочу же вы просто на лиз аллилуйя и дальше он говорит поэтому мы не унываем если даже и изнашиваемся физически послушайте потрясающие здесь он говорит ту внутренние мы изо дня в день обновляемся то есть он говорит мы изнашиваемся то есть эта одежда наша если мы ее пользуем она изнашивается наше тело павел говорит это одежда в которой одет наш дух имеющий душу мы одеты в эту одежду и он говорит что наша одежда изнашивается но дух изо дня в день он обновляется аллилуйя так как наши легкие временные страдания не читайте это слово наши страдания здесь правильные ключевые слова легкие временные страдания поэтому если что-то тебя останавливает на жизненном пути если против тебя воздвигается к это буря ты начни сразу говорить чтобы ты не было ты легкое временное страдание я хочу чтобы ты правильно понимал почему потому что как только ты коронуешь над собою эту ситуацию она будет над тобой царствовать никого не корону и над своей жизнью никакую болезнь не корону и над своей жизнью никакие обстоятельства не корону и над своей жизнью единственное что ты можешь короновать на своей жизнью это иисуса христа его победу послушайте эти временные страдания легкие и временные страдания ничего по сравнению с весомой и вечной славой которую они нам приносят мы смотрим не на видимое она невидимое потому что видимое временно а невидимое вечно я хочу чтобы ты сегодня просто для себя принял такое решение когда есть что-то видимое в твоей жизни что тебе уже вот так не нравится я хочу чтобы ты научился говорить так как бог говорит послушай буря ты временная обстоятельства вы временный диагноз ты временный ты закончишься все ты временный ситуация в которой я прохожу ты временная безденежи чем который ты можешь проходить ты временная аллилуйя послушайте начните говорить к этим вещам все что имеет имя на этой земле все чему люди придумали имя оно должно подчиниться имени иисуса христа но для того чтобы она подчинилась имени иисуса христа ему нужно сказать ты временная послушайте вопрос в том что обещание иисуса в 14 главе 12 стихом иоанна дела которые я творю вы сотворите больше стих сотворите потому что к отцу моему еду должны стать практикой твоей жизни владычество которым мы так много говорим который ты имеешь из-за того что твой дух соединился с духом святым то есть и соединился с природой бога ты соединился с днк бога ты стал как бог реже слух да давай ты стал как сын божий да ты стал благословение божьим у тебя природа бога у тебя мудрость бога у тебя знание от бога и это то что принадлежит тебе в любой момент времени в любой этап твоей жизни это доступно тебе стало из-за того что твой дух соединился с духом божьим но послушайте то чего нам сегодня не хватает это смелости практиковать это владычество потому что нам нужно об этом говорить больше потому что вера от услышанного слова слова христе 1017 римлянам нам нужно высвобождать это слово что все то что делал иисус ты можешь делать а это означает ты можешь знать идею в рыбы в там спрятаны алмазы во рту ты можешь знать когда куда какую рыбу ловить ты можешь знать как ходить по воде ты можешь знать как повелевать когда забрасывать сети ты все это доступно для тебя в полном формате аллилуйя послушай я хочу чтобы ты понимал что духу святому известно что завтра будет популярно что будет падать он знает куда нужно инвестировать куда не стоит он знает куда надо идти учиться что завтра будет популярно и что будет не популярно почему потому что ты можешь угрохать пять лет следующей своей жизни я говорю для тех кто поступает и получить профессию и пока ты получишь эту профессию ты закончишь университет получишь диплом оденешь эту кепу выйдешь и ты осознаешь что вдруг твоя профессия никому уже не нужна аллилуйя послушайте мы говорим о реальных вещах но если ты спросишь у него он подскажет почему он в курсе он уже видел это наперед и это он может открыть тебе внутри а можно его проигнорить сделать вид умный что и сам разберусь и он не будет претензий выставлять он скажет жаль но я потом тебе это все равно все объясню ты просто потеряешь время во имя иисуса христа да не будет с тобой так почему мы говорим об этом потому что он говорит мы смотрим ненавидимая она невидимая потому что видимое временно а невидимая вечно я хочу чтобы ты понимал что сегодня вызов который бог дает для церкви это перестроить свое видение свое шествие свое решение на основании того что есть истина что есть духовное что есть непоколебимой и вечной и в соответствии с этим двигаться в эту сторону бог использует это постоянно и в нашем духе нет с этим проблем все проблемы с которым мы сталкиваемся они находятся на плоскости на плоскости нашего разума эмоций чувств там здесь наши знания послушайте тело наше она автоматически подключается программе которая прописана в нашем мозгу мозг это тоже тело есть разум ум это душа а мозг это плата на которую это все записывается есть ум христов или в нашего духа есть тоже ум знание понимание в душе есть ум и в нашего тела есть просто форма в которой он сохраняет все то что мы думаем теперь послушайте мы автоматически ведем себя в соответствии с тем что прописано в программе нашего мозга как записывается мы о чем-то думаем если у нас наши мысли еще сопровождаются эмоциями какие-то переживания в нашем ну скажем вот эти электромагнитные индукции которая встречается в в нашем мозгу она скажем ну как бы имеет силу внутри себя сталкиваясь с этими мыслями утверждаться мы называем это как вспышка такое знаете прозрение любого ну скажем решение такого которую ну как бы находится мы не контролируем это но когда мы это используем то происходит ну ученый называет это запекание белка в нашем мозгу и эту узелки памяти помните мама говорила в детстве завяжи себе это на память узелок такой на самом деле эти узелки завязываются их миллиарды в нашем мозгу теперь мы будем действовать соответствии столу как эти узелки по завязываны теперь если я пришел в церковь и у меня есть уже миллионы миллиарды этих узелков мне нужно разрешить духу святому перепрограммировать это все потому что вот это посадите иисуса еще сюда как предаток посадите в рюкзак за собой носить не меняет саму жизнь вот в чем беда я сказал самом начале что мы не добавляем иисуса к тому что у нас все есть а мы разрешаем иисусу стать всем что у нас есть а это разные вещи потому что большинство людей добавляет просто из иисуса к тому что у них есть и потом у них постоянно вот эта каша неразбериха а нам нужно разрешить иисусу стать всем что у нас есть а иисус станет всем что у нас есть если мы разрешим его слову стать всем что у нас есть и вот здесь за заминка почему потому что не так легко принимать решение на основании того что ты не видишь сейчас когда ты привык всю жизнь принимать решение исходя из того что ты знаешь теперь мой разум будет искать то есть вот мне нужно сделать такое решение выбор и я не знаю с какой огромной скоростью существует ли на планете хотя бы рядом стоящие компьютеры которые могли бы так быстро считать как считает твой разум он теребит там все файлы вот эти миллиарды узелков которые там завязаны он ищет решение очень быстро и знаете что он сделает он найдет почему потому что в твоей памяти уже отображается что-то о ком-то ты знаешь ты слышал или если у тебя файлы отсутствует ты знаешь у кого спросить как нужно и что ты сделаешь ты сделаешь то чему ты доверяешь а чему ты больше всего доверяешь ты доверяешь своему личному опыту своим знанием своим знаешь в этом пути который ты прошел или людям которые но которые для тебя тоже являются авторитетными и знаете и 1 2 путь это ошибочный путь потому что вот то что бог хочет чтобы ты начал доверять его слову потому что доверие его слову это как раз есть хождение в духе но должна быть картина по сути без этой картины она не происходит бог использует картину для того чтобы помочь твоему разуму не бороться с истиной а принимать истину поэтому когда иисус проповедует он пытается обернуть вот это сложное послание духовное послание обернуть это он говорит не заботьтесь ни о чем и дальше он говорит посмотрите на птиц посмотрите на лилии как бы нет такого что они не заботятся птицы не сидят на месте ждут пока там им что-то упадет в рот они летают они там поряд они ищут пищу лилия она цветет и имеет красоту но она не получает эту красоту потому что она что-то там работает над собой она просто пускает корни и берет оттуда все необходимое он говорит так и вы не заботьтесь то есть доверяйте богу цепляйтесь за бога разрешите богу он силен вас прокормить все тебе должна нарисоваться картина потому что вот эта картина она поможет всем тем разладом которые в твоей жизни есть ну не останавливать тебя ведь проблема не со стороны духа проблема начинается в стороне нашей души потому что когда душа не находит подобных правильных файлов она блокирует для нее то что говорит бог для души не обновленной то что говорит бог нереально как это так тут мы говорим там о серьезной какой-то химии для излечения там от онкоболезни а тебе говорят зачем тебе эта химия просто одной молитвы достаточно если бы было достаточно и просто пошла игра логики если бы было достаточно одной молитвы то чтобы люди умирали просто так разве они не молятся они все молятся и ты начинаешь логикой утверждать свое ошибочное мнение и утверждая свое ошибочное мнение ты приходишь заключению что все-таки на бога надейся сам не плашает также написано в библии добавлю сатанинской потому что в нашей библии этого не написано а сатанинской наверное написано почему потому что нет этого в библии но ты приходишь к этому заключению потому что все так говорят потому что большинство так говорит потому что авторитет для тебя не является то что говорит слово и никто не может сделать это слово авторитетом для тебя почему потому что павел говорит в послании коринфянам в третьей главе он говорит братья я не мог говорить с вами как с духовными я не мог дать вам твердой пищи да и сейчас не могу то есть другими словами все что я вам напишу там коринфянам послание это не может быть твердой пищи от меня религиозный мир начинает чесать свою голову потому что им не влазит это как это самое в их понимании духовное послание и она точно для них не молоко а павел говорит я не могу вам дать я даже не могу вам дать твердую пищу никто не может дать вам твердую пищу потому что все слово божье это молоко который вы должны возлюбить потому что от него вы возрастете такого спасения 4 главе ивана ты она иисус скажет у меня есть твердая пища и эта пища есть творить волю пославшего меня отца поэтому никто тебе не может дать творить волю отца ты сам творишь волю отца когда ты творишь волю отца вот это есть твердая пища вот это есть настоящая еда а пока ты только слышишь по годы принимаешь пока ты веришь пока ты соединяется с этим словом это все равно молоко тока практика превращает эту в твердую пищу то есть теперь что мы говорим нам нужно увидеть ну давайте пойдем в 15 главу бытие и посмотрим почему бог об этом говорит так с авраамом помните что бог призывает авраама для великих дел и библия называют его отцом всех верующих но смотрите как бог делает он вывел его то есть авраама наружу и сказал взгляни на небеса и сосчитать звезды и если можешь их сосчитать и сказал ему таким будет твое потомство авраам поверил господу и он вменил ему эту праведность а еще он сказал ему я господь который вывел тебя из ура халдейского чтобы дать тебе во владение эту землю в 20 главе бытие он повторит это я сделаю твое потомство многочисленным как звезды как песок на берегу морском это благословение зачем это нужно должна быть картина картина которая уже есть в духе и которая должна прийти в реальную жизнь и для того чтобы тебе каждый раз не ломать не бороться с чем-то бог хочет чтобы в твоем сознании отобразилась эта картина чтобы она была как ну чтобы ты как говорят закрытыми глазами мог ходить вот зачем нужна картина чтобы ты мог передвигаться через обстоятельства когда будут черные дни в твоей жизни когда будут темные дни в твоей жизни чтобы ты мог двигаться ну что называется скажем ориентируясь из-за того что ты знаешь ну план в комнате твоей понимать то есть если вас поместить вашу комнату там без света и вы видели как там все расставлено вы можете пройти нормально если туда поместить любого другого человека который не знает как расставлен там вещи и там будет тьма то ему передвигаться будет намного сложнее вот что я хочу чтобы понимали бог знает что жизнь состоит не только из солнечных дней есть другие дни есть темные времена суток и тебе нужно будет продолжать идти дальше поэтому он хочет поместить в тебя образ картину успеха благословения которые бог дал тебе на кресте чтобы тебе каждый раз не надо было искать карту как двигаться он хочет отпечатать и на твоем разуме поэтому бог использует метод приходя к отцу веры человеку который стал отцом всех верующих и он говорит я хочу чтобы каждый раз когда ты выйдешь просто на у на улицу вечером посмотри на небо вот эта картина должна ассоциироваться у тебя с твоим потомством каждый раз когда ты будешь идти по земле и ты будешь видеть песчинки пусть эта картина ассоциируется с твоим наследием соку у тебя будет наследие то есть он выводит его на орбиту чтобы сломать его парадигму попытки даже ну просчитать это бог выводит его на такое состояние чтобы сломать его состояние знаете вот это мышление что я могу контролировать это то есть просто доверься богу у тебя не хватит сознание прочитать математически наперед как это будет у тебя не хватит ну объема твоего сознания для того чтобы понимать как это может решиться все что тебе нужно знать об этой ситуации это ты можешь доверять его слову ты можешь доверять тому что он сказал и он приходит к аврааму и авраам уже 99 лет и я переведу это на современный язык как я понимаю этот разговор говорит авраам ты молодец ты красава ты уже 24 года ходишь за мной ты поверил моему слову это вменилась тебе в праведность с этим все хорошо но теперь давай вот самому главному я могу еще воспроизвести то слово который тебе обещал и дать тебе сына проблема не в том что я не мог это сделать на второй день проблема в том что ты был как бы полностью как бы в состоянии вмешиваться в этот процесс своей силою силою своими возможностями пытаться решить эту задачу собственными силами и пока ты можешь сам я даю тебе право выбора у меня один день как тысячи лет я никуда не спешу эту позиция бога просто тебе уже 99 даже не за тебя переживаю не за твою сексуальность переживаю я переживаю сарат который обещал дать тебе сына ей уже тоже 90 аллилуйя и он говорит я не только тебе теперь даю картину в визуально видеть это понимать я хочу теперь поменять это что ты слышишь сушки очень важно почему потому что писание говорит в иисуса навина 179 да не отходит сия книга закона от уст твоих зачем ты должен говорить как бог говорит это очень важно почему потому что одно дело видеть а другое еще и говорить об этом многие люди увидели откровение увидели послание увидели цель многие люди послушайте многие люди которых я знаю многие пасторы они увидели призвание они увидели предназначение они увидели картину но они не начали говорить об этой картине как бог говорит поэтому бог приходит к нему он говорит я бог все еще всемогущий достаточно игры в церкву достаточно игры в верить сегодняшнего дня все будет намного серьезнее я заставлю не только тебя об этом говорить я заставлю всех окружающих об этом говорить и это будет вызывать смех у всех и повсюду но сегодняшнего дня твое имя будет отец многих народов послушай недостаточно увидеть иосифа видения с колосками или этими снопами недостаточно увидеть про звезды про солнце и луну ему нужно активировать было через исповедание до тех пор пока он видел это это не приносило ему какого-то беспокойства пока ты не озвучишь это но когда ты озвучиваешь ты запускаешь в действие необратимый процесс когда ты начинаешь говорить о видении словами бога ты начинаешь озвучивать то же самое что бог говорит вот здесь у тебя начинается сражение вот здесь начинается сражение и они на поле твоего разума потому что чем яснее бог говорит о твоем призвание тем больше вызов для твоего и моего разума потому что твой мой разум он буксует он не дотягивает до того что есть твоем духе всегда и тебе придется растягивать твой разум иногда нет времени найти растяжки и бог приходит и такой знаете делает взрыв прямо в средине твоей жизни и он говорит с этого дня я хочу чтобы ты начал заявлять я отец многих народов если спросить у тебя как тебя зовут не говори больше что ты просто авраам начни говорить я отец многих народов и это звучит стрёмно и это многим режет слух и это поднимает религиозную пургу вокруг тебя и говорит о смотрите сошел с ума старик тебе нужно сойти с твоего ума и перейти на ум христов и вот этот процесс болезненный но тебе придется но сойти с ума твоего и зайти на ум христов это отличается это по-другому выглядит но бог работает твоим сердцем и он говорит я все еще бог всемогущий я могу это сделать у меня достаточно силы у меня достаточно ресурса я могу это рам говорит если ты можешь я тоже муж лой найти я нет времени об этом проповедовать много но авраам не просто верил он проявлял дела знаете он не просто был разочарован а я старый уже там с около 90 лет занимаюсь сексом бесполезно ни разу не увенчалась никаким результатом все бог дай мне ребенка да все классно но и диксари с ней надо заниматься сексом аллы луя послушайте многие люди говорят а я верил я вот то делал и ничего не произошло продолжай делать да продолжай делать иди в ту же сторону все так же все нормально бог на месте бог контролирует не надо думать что что знаешь свалится с неба один раз это произошло и вряд ли больше повторится когда святой дух пришел марии все другие случаи надо было трудиться аллилуйя я хочу чтобы ты правильно понимал бог желает чтобы ты доверял его слову и ходить в духе это ходить в подчинении слову ходить по плоти это подчиниться чувствам ходить по духу это быть в вере тому что говорит бог во имя иисуса христа давайте мы станем помолимся отец я благодарю тебя за это благословенное помазанное святое собрание людей которые доверяют тебе все целое полностью идут за твоим словом подчиняется твоему слову уповает на твоего слова держится за твои обетования и я воздаю тебе славу за них это люди ходящие в вере это люди ходящие во святом духе это люди которые подчинены твоему духу который на полный твоего духа который движим и твоим духом во имя иисуса христа я говорю благословение на их жизнь благословение на их дома семьи благословение на то что они делают во имя твоего благословение успех на все то за что они больше полагается в твоё слово по имя иисуса христа и пусть через их жизнь со делается известным начальством и властям твоя много различная премудрость и твоя благодать а я их веряю твои руки и я их благословляю именем иисуса христа аминь